Тренер команды Ширин готов ответить на ваши вопросы. Руслан Михайлович, по традиции, первую поле матча, можно вопросы? Вопросы? В течение 90 минут мы увидели три варианта линии обороны. Очень редко бывает, чем вызваны такие изменения. И в большей степени интересует замена Карфова. Это вызвано почти на желтой катушке человек сидел или до столько проседал его фланг? Я объясню сейчас. Во-первых, по всем изменениям вообще в составе, мы сегодня преследовали две цели прежде всего. Первая, дать бой лидеру, дать бой классной команде. Это один момент, постараться взять очки. И второй момент, игровое время и нагрузку распределить таким образом, чтобы оптимально в состоянии подойти к 18 числу. Поэтому был выставлен такой состав. Мы с ребятами говорили, объясняли, вы не панфиловцы, вас не бросают без парашюта под танки или самолета. Вы боеспособный коллектив. Вот с этим они справились. Благодаря, кстати, шикарной, я скажу сегодня, поддержке наших болельщиков. Огромный респект им и прошу, чтобы вы об этом написали. Это просила вся команда сказать. Это один момент. Далее, по Карпову. Проседал, немножко проседал. Я так понял, дали задание именно активизировать игру на его фланге. Они выполняют определенное перестроение, когда Сутармин уходит на позицию инсайда, а Попов вклинивается. Здесь они немножко не разобрались, Карпов и Самойлов. Было тревожно. Плюс карточка. Плюс карточка. Мы понимали, что рисковать нельзя. Это не связано с тем, что ты не игрок и здесь сидит. Это связано было прежде всего с этой ситуацией. Хотелось усилить левый фланг нашей обороны и избежать возможного ненужного удаления. Можно сказать, что в целом линия обороны четвергозащитников сегодня располагалась ниже обычного, чем домашних матчей? Ну, наверное, это заставило сделать линию атаки. Но такого задания не было. Наверное, это подсказала ситуация в Сибири, когда мы проиграли. Как вы помните, третий мяч, высоко поднялись, не разобрались с ситуацией и проиграли единоборство. Александр Михайлович, сегодня я обратила на себя внимание, что на втором этаже, в принципе, шли не доминированные. Это было для меня, например, неожиданно, причем подавляюще. Вот и то, что в своих воротах практически головой, по-моему, только один момент был, и то не самое. Магадеев, по-моему, все выиграл сегодня игрок. Вот, да не только Ром, он там все, кто мог, вытаскивали все подряд. Это помог вопрос самоотдачи, самоотверженной игры. И в таких случаях, как правило, единоборство выигрывает не только более умелый, а и более самоотверженный, более на высокой самоотдаче. А вот впереди вот этот момент никак не сказался, что так вот наверху идут. Ну, почему? Булия, скажем, и Зема в первом тайме навязывали единоборство, и достаточно успешно. Просто Булия почувствовал, ну, скажем так, дискомфорт у ягодичной мышцы, и не стали рисковать. Александр, по уротарской позиции, в чем связана с Лена от Джигана Ваешина? Можно на некоторые вопросы в преддверии кубкового матча не отвечать. Игорь. Александр Михайлович, еще вопрос. Сщадин на необычной позиции, как вам? Потому что Евсеев сзади, а Сщадин в ползрачей прошел. Ну, это была опять же связанная перестановка, надо было Самойлова поберечь. Ну, это, ну, Сщадин в этой позиции понравился. Навязал борьбу, навязал скорость, понравился. Его осталось еще забить мяч головой. Вообще, скажем так, инициативой мне показалось, может, меня поправить. Владел Козовик, больше владел мячом. Ну, а если вспомнить голевые моменты, то, наверное, здесь равенство. Минимум. И Гермазов справа тоже, как вам? Ну, хорошо, что выдержал. Был момент, я видел, у него заплетались ноги. И все-таки всячески его набровки поддерживал. Закалыч, вы отметили, что в Оренбург классная команда. Можно ли сказать, что команда Евдохимова двух-трехлетней давности была более выстроена и более организована? Ну, сложно сравнивать. Это хорошая команда. Может быть, они сегодня не показали свою лучшую игру. Может быть. Мы, наверное, в чем-то им помешали в этом. Их тщательно, очень тщательно разбирали, разложили по косточкам. И скажу, вот за исключением вот этого момента тактического, Карпов-Самуэлов, команда выполнила установку. Выполнила установку. И вся борьба вот за первое, второе место еще впереди. Крылья выиграли, знаете, сегодня. Вся борьба впереди. Саша. Поняли за вот и на его отдых. Ну, его беспокоила пятка, но он работает, тренируется. И завтрашняя тренировка утром на базе подскажет его готовность к кубковому матчу. В принципе, в полной силе работали? Начали работать в полной силе. Какое-то давление ощущается в преддверии кубка на тренерский штаб, на команду со стороны руководства? Нет. Нет, никакого давления нет. Все понимают, что излишнее давление не нужно. И значение игры все понимают. Единственное, что я бы хотел сказать, мое мнение. Мы сами этого права добились выйти в полуфинал. Представляете, где добились? В Хабаровске, перелетев с Кипра. И сейчас вот ставить вопрос ребром или финал, или ничто, я бы не стал. Поверьте, мы постараемся. Мы вот сейчас в раздевалке ребят поблагодарили, поаплодировали и сразу поставили задачу. Каждая секунда, не минута даже, каждая секунда перед кубковым матчем дорога в плане восстановления. Правильный режим, правильная подготовка, правильный сон, правильное питание, правильные восстановительные средства и правильные мысли в голове. Команды сейчас по домам или на базу заезжают? Я думаю, что поедут все на базу. Большинство. Поедут массажисты, поедет врач, не поедет только главный тренер, потому что Сергей Афанасьевич. Травма в конце Магадиева серьезная травма? Сразу не скажешь по горячим следам, хромает. Вомяем падение, ему наступили на голеностол. То есть может быть серьезно. Может быть серьезно. Но мага железная. Судейство, мне кажется, ребят завело то, что... Я вижу, что посудейство у него... Не буду обсуждать, не буду говорить. Поблагодарил Кубуяна Павла после игры, но вы сами все видели. Но ребята завелись, они... Завелись. Завелись, самое главное, надо было их успокоить, чтобы они правильно себя вели в отношении судьи, не провоцировали и не давали возможность, выплескивая эмоции, сказать что-то лишнее и ненужное. Коллеги, есть еще вопросы? Вопросов нет, только пожелание. Дальимся в среду. А кто из вас поедет? Ну, как нет. Спасибо большое за внимание. Олег, не поедешь? Спасибо.